привет всем я знаю что вы уже долго ждете торговлю и сегодня конечно же будет торговля а через день я выпущу еще одно видео по торговле оно будет необычное так что ждите таким образом я перед вами реабилитируюсь и так как я сегодня буду торговать вы видите да индекс dax нисходящее движение видите какой отличный нисходящий тренд но он идет всего лишь 10 минут так что торговать мы будем здесь только на минутки что здесь нам нужно сделать нам нужно дождаться маленький откатик чтобы график пошел немного вверх и заключить сделки на понижении когда идет нисходящий тренд нужно ждать отката вот дождались я заключаю 3 сделки по 20000 на понижение когда идет нисходящий тренд мы ждем откат и заключаем на понижение. Что такое откат? Когда идет нисходящий тренд, график немного поднимается, это откат. Он опять идет вниз. Опять поднимается откат, опять идет вниз. Таким образом и идет нисходящий тренд. А восходящий тренд наоборот. Нужно заходить на просадки. Просадка это самая нижняя точка. Пик это самая верхняя точка. Вот видите, здесь минутки будет достаточно. Видите, как раз сейчас идет наш такой мини-откат. Видите, ну сколько он идет? Ну 40 секунд, да? И теперь график идет на понижение. Видите, я уже прилетел с Мальдив. Обустраиваюсь. Буду пилить для вас новые видосы. Обустроил уже квартиру. Люди писали, чтобы я показал квартиру. Следующих видео уже буду показывать. Итак, все шикарно. Сделки закрываются в плюс. Вот видите, да? Наш нисходящий тренд. Видите, сколько? 10 минут всего лишь. Здесь я принимаю решение дальше торговать от верхней точки на понижение. Сегодня будет не очень удачная торговля, я вам так скажу. Вот, я жду позиции нужные. Вот, отличная позиция. Я заключаю две сделки по 10 тысяч на понижение. Какая у меня специфика торговли? Кто следит за моими видео, вы можете понаблюдать, что я сначала заключаю сделки крупные, а потом уже, да, начинаю заключать на меньшую сумму. Так у меня работает психология. И не нужно торговать по 9 часов, по 10 часов в день. Это самоубийство, народ. Не торгуйте так много. Вы будете все сливать. Начинайте с крупных сделок, заканчивайте сделками поменьше. Ну, а здесь какой минус? что если вы в начале прогорите с крупными сделками, то будет плохо. Ну, по психологии у меня как раз такое очень редко случается. Смотрите, здесь вроде бы шикарная позиция. И график в конце выстреливает, да. Ну, вот что тут поделать? Вроде бы все шло хорошо, отличная ситуация. И график теперь начинает опускаться вниз. Вот. От таких ситуаций, народ, никто не застрахован. Так что не переживайте. Неудачные дни это неотъемлемая часть вашей торговли. Смотрите, здесь уже у нас отличный уровень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестое касание. И график от этого уровня отталкивается. Но видите, сколько этот уровень идет? Ну, пять минут. То есть здесь мы торгуем на минутке. Смотрите, как вел себя график в прошлой ситуации, чтобы знать, насколько заключать сделки. Вот, отличная точка. Я заключаю две сделки уже по десять тысяч на понижение. Смотрите, сколько было времени между просадками, между пиками. И принимайте решение. Вы можете эти коридоры находить везде. На пятнадцатиминутном, на часовом таймфрейме. Там уже заходить на полчаса. Здесь вы можете увеличить график, видите, до семи минут. И найти такие мини-коридорчики, заходить на минуте. В закрытой группе я стараюсь находить коридоры по пять минут. Потому что, чтобы люди успевали торговать, чтобы люди успевали ставить. Потому что, если я буду торговать в закрытой группе чисто на минутке, там будет хаос. Люди, пока зайдут в позицию, пока подождут нужной точки, ничего хорошего не случится. Здесь все идет, как нам нужно. И сделки закрываются в плюс. То есть, две в минус, эти две в плюс. И вот, смотрите. График подходит к уровню. Отличная точка. Я заключаю две сделки на повышение. Потому что было уже пять касаний, шесть было касаний. Но уровень пробит, и график педалит вниз. Что в такой ситуации сделать? В такой ситуации нужно отменять позиции, если график подберется выше. и таким образом хоть немного вернуть часть своих средств. Вот такая вот торговля. Видите? Когда идет такая торговля, когда она не сильно у меня хорошо получается, я стараюсь сделать перерыв. Это очень важно. Не пытайтесь все отбить. Да сходите вы на кухню. Попейте чай, попейте виски. Сделайте какую-то зарядку. Два-три часа отдохнули. Даже час. Видите? Одну позицию успел отменить. Потому что график поднялся за 3200. А последнюю позицию не успел отменить. Так что делайте перерывы. И вот на такой ноте я принимаю решение закончить торговлю. Смотрите. Вот такая вот получилась торговля по индексу DAX. Что такое DAX? Это среднее значение по капитализации цен на акции крупных компаний. Немецких компаний. Таких как BMW, Volkswagen, Adidas. Кто там у них еще? Siemens. Так что вот такой вот неудачный день. Ну как неудачный? Желаю, чтобы у каждого были такие неудачные дни. Получилось заработать 27 тысяч. Вот такая вот торговля. Так что добро пожаловать в мою закрытую группу. Там обучаемся. Торгуем по скальпингу. Первая ссылка в описании. Также подписывайтесь на Instagram, Telegram. Тоже все ссылки в описании. Поставьте лайки этому видео. Подпишитесь на мой канал. Всем огромное спасибо за поддержку, за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok